МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала «Первый Карагандинский» и «Яглубий Жакен». Сегодня в выпуске. Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков принял участие в открытии нового здания сельской врачебной амбулатории в селе Петровка. В регионе успешно реализуется государственная программа 350 врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и поликлиник. Государственный бюджет возмещено свыше 2 миллиардов тенге. Из них 650 миллионов – налоговая задолженность. Прокуроры рассказали о результатах деятельности в социально-экономической сфере. Почтить память тех, кто погиб, с честью выполняя свой долг, а также наградить отличившихся. В областном департаменте внутренних дел отметили профессиональный праздник – День казахстанской полиции. До конца года в Карагандинской области будут открыты 27 сельских врачебных амбулаторий. Одно из таких лечебных учреждений открылось в селе Петровка. В церемонии открытия принял участие Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков. Отдельный кабинет для терапевта, отдельный для стоматолога. Специальные помещения для забора анализа и лаборатории. Имеется педиатрический блок. Он включает в себя кабинеты для приема маленьких пациентов, проведение прививок, комнату матери и ребенка, фильтрбокс. Всего в здании сельской врачебной амбулатории 39 помещений. Сауле Торжан проживает в Петровке. С 1966 года новым зданием амбулатории довольна. Обошла все кабинеты. Кабинеты очень хорошие, светлые, просторные, можно сказать. Для села это вообще одно удовольствие – бывать в таком помещении и получать лечебные, как говорится, средства для удовлетворения своих нужд. Амбулатория полностью укомплектована необходимым медицинским оборудованием. На месте проведут все необходимые анализы. Одно из главных достоинств – большая площадь. У каждого специалиста теперь есть свой кабинет. Это позволило уже сегодня решить проблему с большими очередями. Потому что мы до этого работали очень… Ну, старая амбулатория, но там было очень мало комнат, кабинетов мало не хватало. Люди, если, например, собираются, очередь большая была. А сейчас, я думаю, с открытием нашей врачебной амбулатории у нас и очереди будет меньше. У каждой медсестры, у каждого врача есть кабинеты. Строительство сельской врачебной амбулатории обошлось в 113 миллионов тенге. Средства выделены из республиканского и областного бюджетов. Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдебеков лично осмотрел новое медицинское учреждение. Пообщался с медицинскими работниками и жителями Петровки. Глава региона отметил, что открытие этого лечебного учреждения – еще один шаг в реализации проекта 350 врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и поликлиник. И в тот момент у нас в Карагандинской области порядка 27 таких врачебных амбулаторий в соответствии с графиком, к сожалению, не были построены по различным причинам. В том числе и вопросы финансирования были связаны. Но во исполнение поручений главы государства мы в прошлом году разработали проектно-смертную документацию на 27 таких врачебных амбулаторий по схеме размещения, которая была утверждена в Министерстве здравоохранения, в том числе и в этом населенном пункте. В прошлом году мы начали финансирование и строительство этих врачебных амбулаторий. Всего, как я говорил, 27 таких. В этом году мы до конца года всех их сдадим. С начала года 4 мы сдали уже. И остальные поэтапно будут сданы. Общая стоимость строительства всех врачебных амбулаторий – 1 миллиард 800 миллионов тенге. Аким Карагандинской области уверен, что программа будет реализована полностью. Дело осталось за высококвалифицированными медицинскими кадрами. Вот, пользуясь как раз этой ситуацией, я бы хотел обратиться в том числе и к выпускникам нашего медуниверситета, к нашим врачам, пригласить сюда на работу, кто-то, может, захочет, в новых условиях свои реализовать, скажем, профессиональные навыки. А по созданию соответствующих условий, конечно, необходимо это дело. Стоит отметить, что врачебная амбулатория в Петровке обслуживает не только местное население, но и жителей пяти близлежащих населенных пунктов. Андрей Тенжак, Салык Нуртай, Александр Царикидзе, 1-й Карагандинский. Сегодня по всей республике отмечается День государственных служащих. Глава региона Нурмухамбет Абдебеков поздравил госслужащих нашей области. По данным статистики, по Карагандинской области насчитывается 634 государственных органов, 6700 сотрудников. Торжественная встреча проходила в свободном формате. В своей речи Нурмухамбет Абдебеков поздравил всех присутствующих с праздником и особо отметил хорошую работу государственных служащих из небольших городов и сел области. Брелья Смаканов, Акимсила, Маржанкуль, Асакаровского района. Работает в государственной структуре на протяжении 20 лет. До этого работал учителем математики в обычной сельской школе, после чего возглавил учебное заведение. Я занимаю должность Акима уже 12-й год. До этого, могу признаться, жизнь была не сладкой. Сами понимаете, село небольшое, много проблем с водой, электричеством и отоплением. Но мы всегда решаем все проблемы вместе. Я очень благодарен всем тем, кто мне помогал. Хотелось бы поздравить всех своих коллег. На сегодняшний день в Карагандинской области дефицит рабочих специальностей. Не хватает квалифицированных специалистов, отметил Нурмухамбет Абдебеков. Сегодня в области трудятся 634 государственных органов. Из них более 6700 государственных служащих. А сотрудников местных исполнительных органов насчитывается около 3300. Из них 60% – женщины. Наверное, в каком-то смысле это банально звучит, вот так оно и есть. Вы являетесь той основой, на базе которого существует, делается, развивается наше государство. В завершении встречи Нурмухамбет Абдебеков поблагодарил присутствующих за хорошую работу и наградил благодарственными письмами. Подобное торжественное мероприятие проходит уже четвертый год подряд и уже стало доброй традицией. А сельство Замбаева, Улжас Габасов, Александр Терекидзе, Первый Карагандинский. В Щетском районе Карагандинской области временно закрыли одну из сельских школ до устранения нарушения санитарных правил. Об этом сообщила пресс-служба специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области. Из СОМ по делу выступило Щетское районное управление по защите прав потребителей. Санитарные врачи просили приостановить эксплуатацию помещений Кармыской начальной школы из-за грубых нарушений санитарных норм. Кабинеты, в которых занимаются младшеклассники, требуют ремонта. Потолок в классах провис, местами обвалилась штукатурка. Имеются сильные потеки. Проверяющие указали, что это грозит здоровью и безопасности учащихся. Отмечается, что в судебном заседании представители школы полностью согласились с требованиями. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области приговорил к 18 годам колонии 32-летнего Александра Хигая за убийство 86-летней труженицы тыла. Пожилую женщину убили, когда она возвращалась домой, получив пенсию. В это время подсудимый поджидал немощных пенсионеров, чтобы выследить их и отнять деньги. За поясом он прятал молоток, которым планировал подавлять сопротивление своих жертв. Возле цветочного магазина Александр увидел, что пожилая женщина открыла сумочку и стала пересчитывать свою пенсию. По версии следствия, в этот момент мужчина решил убить ее и завладеть деньгами. С целью совершения убийства и разбоя Хигай направился следом за ней. Она зашла в подъезд и стала подниматься по лестничному маршруту. Хигай, догнав ее на лестничной площадке, сила нанес ей два удара молотком, отчего последняя скончалась в стационаре. Привемся на короткую рекламу, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Pharnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Продолжаем выпуск. Прокуратура Карагандинской области рассказала о результатах надзорной деятельности в социально-экономической сфере. В службе центральных коммуникаций обсудили вопросы борьбы с лжепредпринимательством, проблемы защиты прав несовершеннолетних и многое другое. Подробнее расскажет наш корреспондент. На пресс-конференцию был приглашен заместитель начальника управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере прокуратуры Карагандинской области Баужан-Махжан и прокурор района имени Казыбекби Думан Коржаспаев. Прокуратура района постоянно проводится мониторинг динамикой преступности. На сегодняшний день хочу отметить, что в целом по району имени Казыбин отберляется снижение уровня преступности на 29%. В текущем году прокуратурой специализированный экономический суд предъявлено 35 исковых заявлений об отмене государственной регистрации лжепредпринимателей. Из них 13 исков удовлетворено в полном объеме. По остальным идут судебные разбирательства. Немаловажная проблема – факты неконтролируемой миграции. Прокурорами в текущем году было выявлено более 20 фактов привлечения иностранной рабочей силы на поднадзорной территории без разрешительных документов. Все были привлечены к административной ответственности. Иностранцев депортировали из Казахстана. Также прокуроры отметили, что в связи с экономическим кризисом вопросы соблюдения трудовых прав граждан приобретают первостепенную важность. По нашим мерам погашена за задолженность по зарплате на 480 миллионов тенг. Вдвое снижена задолженность по зарплате проблемных мероприятий со 154 миллионов в первом полугодии прошлого года до 174 миллионов в конце 15-го года. Полностью погашена за задолженность вездействующих предприятиях золота «Трой-Трэйч». Перед 120 работниками на сумму более 37 миллионов тенг. На сегодняшний день задолженность по зарплате в свои четырех месяцев имеют 80 предприятий на сумму 103 миллионов тенг. А также имеют текущую задолженность 75 предприятий на сумму 135 миллионов тенг. Благодаря вмешательству прокуроров устранено более 48 тысяч нарушений законности. Защищены конституционные права 24 тысяч граждан, в том числе 6 тысяч в трудовой сфере. В госбюджет возмещено свыше 2 миллиардов тенге. Из них 650 миллионов – налоговая задолженность. Лариса Хусейнова, Сламбек Оспан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. 23 июня полицейские Казахстана отметили свой профессиональный праздник. Люди, которые ежедневно защищают права и безопасность граждан страны. В Департаменте внутренних дел торжественные собрания начали с церемонии возложения цветов к обелиску погибшим сотрудников. Мы гордимся вами до последнего мгновения оставшимся верными присяге. Они с честью выполнили свой долг, но цена за это – жизнь. На территории Департамента внутренних дел Карагандинской области расположен обелиск, посвященный памяти всех сотрудников полиции, погибших при исполнении. С возложения цветов и минуты молчания начались торжества ко дню казахстанской полиции. На торжество пригласили семьи погибших сотрудников. Среди них и семья капитана полиции Алданыша Тайгожина, отдавшего свою жизнь в схватке с тремя преступниками. В преддверии праздника в городе Тапар в честь погибшего полицейского установлен обелиск. Особенно хочу поблагодарить руководство Департамента внутренних дел во главе с Мургимом Вадимом Единочем Жапаровым, генералом нашим. Всех ребят, всех его сослужитцев. Вместе учились ребята, меня всегда вспоминают, приходят, поздравляют, звонят, на могилу сыну ездят. Всем желаю добра, здоровья, счастья в семье, покоя, мирного неба нашему Казахстану. И чтобы ребята честно, заслуженно получали свои звезды. Эти люди в любое время суток готовы оказать помощь всем, кто подвергся насилию, оказался жертвой воров или мошенников. Полицейские оперативно реагируют на тревожные сигналы, пытаются справедливо рассудить любую ситуацию. Во время спецопераций по задержанию преступников они часто рискуют своей жизнью. Поэтому работа полицейских заслуживает всенародного уважения и почтения. Об этом шла речь на торжественном собрании, посвященном Дню Казахстанской полиции. Нам доверено оберегать жизнь, покой людей, интересы государства, бороться с нарушениями закона и правопорядка. Особое внимание руководитель Департамента внутренних дел уделил сегодняшней обстановке, призвав полицейских решительно бороться с преступностью. Необходимо решительно и жестко бороться с преступностью и правопорядками. Только честное и добросовестное отношение к своим обязанностям позволит нам поднять уровень доверия, авторитет в глазах общественности и граждан. Это обязывает нас работать еще активнее. Традиционно в честь Дня Казахстанской полиции отличившиеся в службе сотрудники награждены медалями, грамотами министра внутренних дел, благодарственными письмами. Среди награжденных подполковник полиции Бекбаладзьейтов. Приказом министра внутренних дел он награжден медалью за вклад в охрану общественного порядка. Награды, стимулы, вот сейчас многие сотрудники полиции были подширены наградами, званиями, медалями. Это дает в первую очередь нам стимул больше, чтобы дальше было стремиться к чему-то. Потому что сотрудники органов внутренних дел всегда стоят во главе, в углах, впереди, на передовую всегда. Мы защищаем и будем защищать дальше конституционные права наших граждан. Ценными подарками наградили семьи погибших сотрудников. А старейших сотрудников департамента – денежными сертификатами. Со сцены прозвучало много слов поздравления и благодарности в адрес карагандинских полицейских. Свой профессиональный праздник они отмечают в 24-й раз. Но этот праздник никогда не был и не будет для них выходным днем. Сегодня, как и всегда, полицейские на страже нашего благополучия. Андрей Тен, Исламбеку Спан, Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. И еще об одном. В Карагандинском политехническом университете прошли восьмые сагиновские чтения, в рамках которых состоялась международная научно-практическая конференция. В университете обсудили подготовку специалистов для реализации проектов государственной программы индустриально-инновационного развития. Сагиновские чтения – это ежегодное мероприятие. На этот раз форум проводится в формате расширенных пленарных и секционных заседаний, а также круглых столов. В течение всего времени рассматривались вопросы подготовки высококвалифицированных кадров для государственной программы индустриально-инновационного развития. В работе форума приняли участие представители Министерства образования и науки, Акимата Карагандинской области, руководители организаций корпоративного университета и проектов ГПИР-2, а также выдающиеся ученые ближнего и дальнего зарубежья. Как известно, Карагандинский государственный технический университет вошел в 10 ведущих кузов страны для подготовки конкурентоспособных специалистов, а именно элитные специальности. В прошлом году мы открыли и уже идет подготовка по нанотехнологии металлургии, а также робототехнической системы управления. В этом году уже открываем две специальности – геотехника и инновационные технологии сварочного производства. На наш форум уже поступило 484 доклада. Присутствует 268 представителей вузов Казахстана, России, Белоруссии, Узбекистана и дальнего зарубежья Германии, вузов партнеров наших Германии, США, Франции, Великобритании. А также самое главное – это наши руководители промышленных предприятий. Это 86 руководителей корпоративного университета, а также 94 руководителей предприятий, которые входят в карту индустриализации Карагандинского региона. Мероприятие началось с выступления докладчиков, где были затронуты актуальные проблемы подготовки специалистов. После чего под руководством ведущих ученых КарГТУ стартовала работа круглых столов и секций. Тематика разнообразна и обширна. Так, например, в ходе затрагивались актуальные вопросы подготовки кадров для реализации проекта ГПИР-2. Работа одной из секций посвящена десятилетию международного научно-образовательного проекта «Синергия». Университет реализует четыре программы профильной магистратуры, которые финансируются из национального фонда, готовят кадры. И кроме этого, на инициативной основе он реализует еще десять программ профильной магистратуры по согласованию с предприятиями-партнерами. Основная задача – это подготовка именно кадров для программы ГПИР-2. По результатам работы участниками восьмых сагиновских чтений принята ререзолюция, где сформулированы задачи для университета. По качественной подготовке кадров для программы ГПИР-2 определены задачи для предприятий корпоративного университета и предприятий, входящих в карту индустриализации Карагандинской области. А сердце Замбаева, Исламбеков, Пан Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Субтитры создавал DimaTorzok